Добрый день друзья мои сегодня у меня распаковочка посмотрите какой замечательный горшок для цветов я сегодня приобрела случилось так что в новогоднюю ночь моя подставка с высоким цветком замиокулькасом упала на пол и весь пол засыпала землей и грунтом но наверное не было бы счастья да несчастье помогло пришлось сразу же после нового года приобретать вот такой вот горшочек стоит он 640 рублей в нем встроен вот такой вот черный нужно будет проделать два отверстия насыпать грунт грунт я уже купила тестовая земля грунтовая земля у меня всегда заготовлена на зиму вдруг что-то придется посадить пересадить вот я купила свой любимый богатырь а так как я еще и буду пересаживать растение которым нужна кислая почва декоративно-листном но к сожалению декоративного листного грунта я нигде не нашла поэтому пришлось взять вот грунт для хвойных растений он кислый и его я буду добавлять и вмешать вместе с богатырем чтобы получить немного кисловатый грунт еще я увидела вот такой вот великолепный набор вот он такого белого золотого цвета он очень прям великолепно подойдет в мою комнату где я занимаюсь посадкой рассадкой растений там вот такие вот обои светлые золотинкой и поэтому вот такой вот глиняный набор из большого среднего чуть поменьше и самого маленького горшков будут мне кстати тут уже сделаны отверстия тяжелый но я люблю глиняные наборы они всегда презентабельно выглядят в них очень любят жить растения а что происходит интересного на клумбе а у куба как всегда после нового года набирает цвет цвести она будет зимой холода розочки посаженные зазеленели хотя абсолютно это им не нужно три розочки которые чувствовали себя плоховато я укрыла вот таким вот укромным материалом гвоздики до сих пор цветут вот это вот мультифлора решила тоже начать расцветать ну по моему наступающие холода не дадут ей это сделать а вот посмотрите как великолепно чувствует себя ароник итальянский с похолоданием никак он у меня не может засвести с похолоданием чувствую себя замечательно зимует прекрасно по весне огромный куст даже выбрасывает кукурузку соцветий но как только наступает жара он сразу же начинает болеть засыхать и цветочек пропадает но растение выглядит просто великолепно посмотрите ведь не маленький листочек какая красота и ну и конечно замечательно чувствует себя хвойники и большие и маленькие посмотрите какие большие лапушистые стоят огромные кусты это наперстянка холодные абсолютно нипочем кустищи вот такие огромные здесь белая наперстянка и розовая наперстянка вот так вот в уголочке вдоль дорожки со всех сторон я думаю что вот этот куст особенно великолепен я думаю будет красиво когда она зацветет ну и кустики львиного зима стоят с цветом стоят с бутонами цвести им наверное уже погода не даст вот так же зелено и красиво выглядят кусты колокольчика двухлетнего они вот так вот переносят зиму замечательно и весной выбросит цветонос это тоже львиный зима ель коника и самый большой куст львиного зима весь 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 бутонах при солнышке зацветет при похолодании останется в таком состоянии как только выглянет солнышко он умеет моментально тут же распустить цветочки берисклет хвойники зимой очень хорошо украшают без них было бы очень скучно а вот еще какое чудо вот флукс шаловинный время от времени где-то выбрасывает цветочки вот еще один флукс шаловинный белый очень красиво выглядит вот эта туя в середине зеленая а концы с похолоданием выглядят ну немножко такими желтоватыми а вот про вот эти пусты я уже неоднократно рассказывала показывала вот эти вот шапки цветов это горганский колокольчик вот так вот он зимует вот такие вот великолепные шапки резуха кавказская арабис вот плотной плотной зеленой шапкой лежит а вот это аурбеция абриета зеленая жесткая сочная не замерзает зимой и бадан воду конечно я выбрала это уже дождик тут немножко наэкономил водоемчики воды ну а это плющ вечно зеленый плющ обвивает стойки забора и обвивает всю большую стену зимой выглядит очень живописно и так я немного отвлеклась а мне сегодня нужно будет пересадить за мелкую лукас так сейчас Эдуардович быстренько тут справится с делами а я приготовлю грунт еще у нас магазин победа открылся такой магазин дешевых товаров и там вот такие пластиковые горшки которые в общем то неплохо выглядят приятного такого цвета кирпичного и стоят они всего 25 рублей вот я взяла их прямо на заметочку и набрала их очень много потому что для филадендона и для агланем они замечательно подходят и занимают немного места узкий вот такой горшок не занимает много места на подоконнике так все пока я проговорила отверстия тут уже готовы 2 или 3? 2? можно 2 можно 3 все керамзит мы насыпали грунт лишний мы отобрали все что у нас отобрано высыпаем перемешиваем грунтовая земля песок так размешиваем все девчонки мне помогают внучки перемешивать еще одна внучка подключайся перемешивайте все это немножко добавила туда перлита песочка герновая земля грунтовая земля торф не кислый все это перемешиваем перемешали да теперь добавляйте вот сюда перемешиваем она выспится ну немножко выспится потом уберем тарелкой я наверно все закрыла нормально нормально тут чуть-чуть сюда подвинемся поможете чашку перевернуть чашку перевернуть да давайте еще немножко и уже будем цветом ставить полного пак да ну так все разравниваете так да хватит уже так теперь я его подниму а вы с двух сторон немножко постучите по горшочку чтобы горшочек нет сверху вниз по горшочку вот так так только не тяните а постучите постучите чтобы он вниз упал вот так 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 вот это то как раз что я и думала мы не справимся без дедушки убрать давай вот так вот нет так мы оторвем это надо чем-то постучать по горшочку чем бы это о ну что бывает и так ничего корешки целые целые в этом вот мы и мы что и мы мы Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, на мой взгляд, вот так выглядит гораздо лучше и безопаснее. Люблю, когда в доме много зелени. Субтитры создавал DimaTorzok